всех приветствую кто заглянул на мой канал я продолжаю тему реабилитации после замены тазобедренного сустава два первых видео про диагноз подготовку операцию быть больницы я оставлю ссылки в описании один год и 8 месяцев я живу с протезом зиммер я понимаю какие ошибки я допустила с вами делюсь своим опытом но это не является прямым призывом к действию еще год назад я сильно хромала и было в отчаянии перед операцией хирург сказал что если сделать операцию в январе то к маю можно будет уже танцевать это к сожалению не случилось больницы после операции приходит реабилитолог рассказывает как правильно делать упражнения и он все время говорил выпрямляйте колено выпрямляйте колено ну я выпрямляю колено у меня вроде бы и не согнуто было но эту фразу я поняла то почти год спустя если человек старается не наступать на больную ногу и переносит вес тела на здоровую его походка становится резко симметричной моя стопа развернулась почти на 45 градусов и весь мой корсет туловище подстроилась под больную ногу я ходила с перекосом на одну сторону особенно это было заметно если я старалась выпрямить ступню параллельно здоровой как моя верхняя часть туловище разворачивалась больной стороне стремясь избавиться от боли я ограничивала движение суставе это свою очередь привело к укорочению мышц связок мышцы стали работать по-другому колено полностью не разгибалась ступня правильно не сгибалась больницы я выпрямляла колено но не так как надо мышцы не работали их надо было разрабатывать итог выпрямляйте колено выпрямляйте делая усилия назад вытягиваете ногу домашние лечебные упражнения после операции хромают все это естественный процесс после операции все стараются уберечь больную ногу от нагрузки организма привыкает к установленному протезу и если пренебрегать физической активностью после операции сила мышц снизится и может начаться их атрофия это случилось со мной так получилось что я недостаточно занималась специальные упражнения лучше выполнять под контролем специалиста который сможет вовремя предотвратить совершаемые ошибки я очень ждала реабилитацию и санаторного лечения делала упражнения которые мне давались легко упражнения которые я боялась делать например велосипед потому что в тазобедренном суставе был непонятный и неприятный хруст перекат щелчок я перестала делать я ходила продлевать больничные свою поликлинику районную и врач ортопед сказал что это так работают сухожилия и мышцы делайте упражнение не обращайте внимание но я не могла не обратить внимание на этот хруст перекат было очень неприятной и я просто-напросто боялась я решила что делать велосипед я не буду оперированная нога казалось длиннее и тазобедренный сустав ощущался как огромный коленчатый вал такое ощущение что бедро было какое-то большое и я думаю что и по этой причине у меня сформировалась походка моряка или утки широко расставленные ноги и походка в перевалочку стала контролировать себя ноги вместе и небольшими шажками с равномерной нагрузкой на обе ноги ну приказывала себе в приказном доме тони и шла вперед поэтому стремитесь к симметричной нагрузки на левую и правую ногу если боитесь ходить начинайте просто стоять стоять и равномерно распределять нагрузку это очень важно выход в свет помимо лечебной физкультуры когда нет проблем с равновесием неуверенности в собственных силах необходимо совершать пешие прогулки если операция была осенью зимой одеться самостоятельно будет очень трудно мне повезло зима в двадцатом году было не снежной и теплой феврале месяце я самостоятельно надела осенний разношенные туфли они были на размер больше сапоги не смогла одеть они не по размеру нужно было одевать и давление пяткой надавливать вниз а это было больно выйти на улицу самой это было конечно приятно первый путь я прошла в 40 минут самое страшное это небольшие замерзшие лужи обойти я их не могла долго собиралась духом чтобы как-то небольшими шажками полной ступней наступить на замерзший лед можно считать что четыре ноги было но было все равно очень страшно не всегда удавалось выйти на улицу из-за дождя со снегом и все-таки нужна зимняя обувь домашние дела я делала я пылесос готовила и такой небольшой лайфхак совет как перестать поднимать костыли потому что костыли будут у вас летать постоянно постоянно вы будете их поднимать это грохот в квартире поэтому я продела эластичный бинт проушины костыля и одевала так крест на крест здесь бинт подмышкой костыль и естественно и точно также с другой стороны это конечно было удобно потому что если тебе нужно достать чашку ты спокойно поднял руку и костыль у тебя тут рядом с подмышкой это конечно не очень удачный период для реабилитации как у меня вышла зима и у меня уже было направление в реабилитационный центр но в нашу жизнь пришел коронавирус и буквально за день до моего планированного заезда в этот центр его закрыли и перепрофилировали в больницу прошло три месяца после операции и в этот период как правило проводят контрольное рентгенологическое обследование и нужно показаться к оперирующему хирургу из-за карантина я попала к хирургу спустя полгода контрольный снимок хороший и я пожаловалась на хромоту хирург посмотрел как я хожу и сказала нагружать ногу протез у вас хорошие все стоит хорошо вам надо нагружать не у просто насилуйте себя упражнение и сказал что если вы сейчас возьмете трость у хромоты не будет все в вашей голове голова моя стала думать как избавиться от хромоты открыли фитнес закончился карантин послабление и я стала активно посещать фитнес крутила велосипед на велотренажере опускала педали так чтобы при движении нога полностью распрямлялась и большой результат на мое усмотрение мне помог эллипсоид я выставляла самый высокий уровень нагрузки на педаль и давила больной ногой всей массой тела и в это время выдавливала колено назад после таких упражнений я стала чувствовать свою походку более уверенной и ровной мне показалось что у меня как бы выравниваются ноги и контроль над походкой каждодневные и это нелегко еще одно упражнение меня тоже мне очень помогло ходить как балерина на носках натянутый носочек обеспечивает растяжение мышечных волокон вдоль и это упражнение позволяет собирать ноги вместе растягивается сухожилие разрабатываются суставы стопы осанка улучшается координации я была недавно на втором приеме своего хирурга по снимку меня все хорошо и следующий везде через год я удивилась он сказал что это ежегодный техосмотр фитнес я посещаю занятия с умеренной нагрузкой бассейн иногда чувствую напряжение и боль в ноге до сих пор бывают дни я не замечаю хромоту и я понимаю что я про неё забываю своей голове меня это очень радует подведу итоги что мне действительно помогло в борьбе с хромотой по моему мнению все упражнения я повторю я делала тогда когда не было проблем с равновесием неуверенности в собственных силах выпрямлять колено с усилием назад вы должны просто себя вытягивать вверх хорошо ходить подсчет 1 и 2 и 3 и 1 вы делаете шаг и выпрямляете колено 2 делайте шаг и выпрямляете колено это очень помогает очень быстро вы не пойдете но реально это помогает и через какое-то время вы почувствуете что это не так-то легко и сделать ходить по квартире на носочках или мысочках как балерина или балерон очень классное упражнение и эллипсоид или степпер степпер и можно купить в магазинах спорт товарах они относительно недорого стоят вот это все что я хотела рассказать всем желаю здоровья уверенности в достижении результата кто на пути к операции желаю найти своего хирурга от него зависит успех операции если есть вопросы пишите я обязательно отвечу всем пока